Ну что ж, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжается бизнес-канал, время сухого остатка. Меня зовут Олег Дмитриев, 18.04 сейчас в Москве. Тема сегодняшней программы – российский рынок акций, рост вслед за нефтными котировками. Как это, да, звучит не пафосно, но тем не менее нефть, да и не только нефть, показывает чудеса какие-то чудеса. Я, честно говоря, даже не знаю, как дальше жить. Но я думаю, что все мы с вами об этом скоро узнаем, потому что сегодня у меня в гостях. Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований ИФД «Капитал». Добрый вечер, Костя. Добрый день. И Павел Подилько, управляющий активами М2М «Прайватбанк». Добрый вечер, Паша. Добрый вечер. Ну, на вас сегодня огромный груз ответственности, да. Что-то движуха какая-то непонятная. Кстати, золото просто вот взорвалось буквально полчаса назад. Что происходит, значит, вокруг нас с вами непонятно. Мне и, может быть, и многим слушателям хотелось бы об этом сегодня поговорить. Ну, и давайте несколько приготовлений. Я еще раз напомню на всякий случай, уважаемые слушатели. Телефон в студии 6510-996, код Москвы-495. Звоните, задавайте вопросы. И есть еще сайт финам.фм. Пишите, задавайте вопросы. 18.05 в Москве. Начнем с картины маслом. Что происходит на финансовых площадках на это время? Ну, во-первых, да. Во-первых, наверное, с этого стоит начать. Вчера закрытие просто какое-то невероятно позитивное. Американцами CP, значит, опять новый максимум. И, в принципе, там недалеко до исторических осталось. Прямо вот буквально рукой подач, что называется. Чуть-чуть. 1507 закрылся у нас вчера. И сейчас фьючерс, я смотрю, немножко снижается. Посмотрим, что будут делать американцы через полчаса. Мы на это посмотрим. Все остальные позитивы сегодня. Азиаты. Nikkei 225 прибавил два с лишних процента. Но мы, тем не менее, и даже европейцы. Вот Фуци, как минимум, сегодня в неуверенности. А РТС вытеряют. Сегодня находятся ниже ватерлинии. Немного, правда, но все же РТС снижается на 0,6%, ММВБ на 0,7%. 1612 РТС, 1537 в моменте значения индекса ММВБ. При этом, и вот, собственно, начались парадоксы. При этом нефть марки Brent, собственно, достигла целевого уровня. Ну, как минимум, может быть, не вами предложенного, но часто звучавшего в этой студии. Верхняя граница, предполагаем диапазон, 115 долларов за баррель. Вот практически уже потрогал Brent. 114.62 сейчас стоит бочка этой нефти. Золото, еще раз говорю, взбесилось буквально за полчаса до нашего эфира. И 1680 уже стоит за унцию. Евро-доллар сегодня уверенно выше 1.35. Ну, посмотрим, насколько уверенно к концу дня. Тем не менее, 1.35.60 уже был хай. Сейчас небольшая коррекция. 1.35.42 текущая котировка. Вот такая вот история. С голубыми фишками происходит следующее. Все в основном, в основном опять почему-то нефть 115, тем не менее, в основном мы сегодня под водой. И лидерами этого неприличного действия, снижения я имею в виду, оказались акции банка ВТБ, минус 3 с лишним процента они теряют. Газпром почти 2% теряет. Боже мой, куда катится мир? 1.5% НЛМК, больше процента Роснефть. Ну, хоть есть хоть понятность, с чем это связано. Ростелеком почти 2%, 2 с лишним Росгидро. И Северсталь теряет 2%. Сбербанк начал корректироваться. И забавно, что он пока еще все-таки в плюсе. Но уже в меньшем. А до этого был достаточно серьезным. То есть ВТБ падает, Сбербанк растет. Костя, ужас, что творится. Как дальше жить, я даже не знаю. Ну да ладно. Итак, давайте начнем наш сегодняшний разговор. И уж поскольку заявлена тема, что все остальное происходит, все происходит вслед за нефтяными котировками. Давайте отсюда и начнем. Итак, 115 долларов по бренду за бары. Предел, Костя? Да нет. Да нет. Все, тогда и заканчиваем на этом наш эфир. Потому что вопрос главный получен. Все, нет. Ну, сегодня, мне кажется, просто подскочили коммодитис на том, что очень сильно. Из-за валютного фактора, прежде всего, сразу скажу, что я считаю, что из-за падения доллара. Сильное падение доллара накануне состоялось практически ко всем валютам. Не только к евро, но и к большинству торговых, сырьевых валют, точнее, сырьевых валют, развивающихся стран. И, в общем, такая распродажа доллара. Сегодня евро пробил достаточно важный такой психологический уровень и технический уровень 1.35. Ну, если позволишь, все-таки я бы, так сказать, дождался закрытия. Ну, безусловно, просто по характеру, как он его пробивал, то есть он уже подходил, потом корректировался вниз и потом с разгона уже пробил. Поэтому, в принципе, вполне возможно... Такой классический вариант пробоя, да? То есть закрылся, потом ретест... Хотя бы краткосрочно, да, он может задержаться, даже пойти выше. Поэтому, в принципе, мне кажется, что и прежде всего, сегодня мы увидели такую нефть и, в принципе, и золото. И вчера золото с серебром подорожали сильно. И soft commodities некоторые достаточно прилично вчера прибавляли. Именно на том, что, прежде всего, валютный фактор сработал. То есть, в конце концов, доллар падает уже давно, к многим валютам. Уже многие страны, развивающиеся, они бьют тревогу. Например, там, и в той же Латинской Америке. Достаточно посмотреть, как он к мексиканскому песо, к бразильскому реалу упал доллар. Совершенно верно. В общем, и корейцы уже заволновались серьезно, и другие страны. Поэтому, все-таки, конечно, слабый доллар, это, прежде всего, влияет на спрос, на commodities. То есть, пресловутые валютные войны, это все-таки актуальная история. Да, я думаю, что это главный такой фактор. Потому что найти фактор и притянуть за уши какой-то фундаментальный фактор очень сложно. Если уж говорить о балансе спроса. Ну, вам ли по этому поводу переживать-то, господа аналитики? Найти и притянуть за уши, и уж кроме вас-то кто еще с этим справится? Просто лучший показатель того, что никаких проблем с предложением нефти на рынке нет. Это то, что Саудовская Аравия добровольно сама снижает добычу, даже на ценах в 110 долларов за баррель. Чувствуя, что если они не будут это делать, то вполне возможно будет просто навес предложения, и цены пойдут вниз. Поэтому в этом плане абсолютно все нормально, в плане спроса и предложения, я думаю, это валютный фактор. Я понял. Паш, ты как смотришь на эти вещи? Я, кстати, хочу обратить ваше внимание, вот я в моменте наблюдаю индекс РТС, и о нефти мы говорили. А индекс РТС падает, вот он падает, сейчас усилилось это падение, последний, по крайней мере, час. Я соглашусь с Константином, что сейчас это действительно именно валютный фактор. С другой стороны, я думаю, Brent вполне способен 117 нам показать, на том, что евро-доллар завершит свою среднесрочную фазу роста на уровне 1,37. То есть это порядка еще полутора фигур. То есть сейчас это ожидание сегодняшнего решения, ФРС я полагаю. Да, то есть, но в любом случае... Ну, там интриги-то нет никакого решения. Интриги нет, но в любом случае, если программа у нас сохраняется, продолжается, да, соответственно, это против доллара. С другой стороны, я бы обратил внимание на сегодняшнюю динамику авторийского доллара. По-моему, он послабее сегодня выглядит относительно доллара. Я сейчас открою я график. Да, сегодня он снижается. Вчера он хорошо вырос, сегодня снижается. Вот, на мой взгляд, мы сейчас наблюдаем завершающую, некую завершающую фазу восходящего движения в паре евро-доллар. Ну, и, соответственно, в коммодите, это касаемо нефти по золоту, я думаю, что все-таки золото будет стоить еще дороже. Уже независимо от валютного фактора. Всего остального, да. Ну, бог с ним, мы к золоту вернемся. Я вот хотел еще раз подчеркнуть, да, твою точку зрения. То есть сейчас, ну, основная причина, да, и Костя об этом говорил, основная причина движения и в коммодите в том числе, это валютный фактор. Но ты видишь, что, так сказать, этот фактор на исходе уже, да, последний, так сказать, его виток, это вот 1,37 по евро-доллару и дальше. То есть мы начали, по-моему, с октября прошлого года восхождение с 1,27 по паре евро-доллар. Сейчас это стандартные тысячи, ну, сколько там получается фигур. Да-да-да, ну, не фигура, а тысяча пунктов. Тысяча пунктов, соответственно, какое-то количество фигур. Соответственно, если я обратил внимание, в евро-долларе, по-моему, стандартные... Это 10 фигур, потому что фигура – это 100 пунктов. Да, 10 фигур. Ну, по-моему, это стандартные. 10-15 фигур – это вот движение. Туда-сюда. 10 фигур – это движение, да, Костя? Ну, действительно, вот мы говорим как раз о том, что Паша говорит, да, 27 – это после объявления Куэ-3, после того, как присоединилась к этому, да, Европа, и вот эта вся бодяга началась, и вот оттуда и прет он, и прет, он и прет. Кстати, ну, все равно, хорошо он прет, красиво прет, и очень технически у него и линия тренда такая, достаточно убедительно. Вот, все как доктор прописал. Ну, мы должны помнить еще, добавить, что для того, чтобы Европа за счет Германии себя хорошо чувствовала, да, пара евро-доллар должна стоить подороже. Для того, чтобы Европа за счет Германии себя хорошо чувствовала? Чтобы Германия себя хорошо чувствовала, евро-доллар должен быть повыше. Повыше? Да, выше 1,40. Сейчас не понял. Костя, как это? Если евро-доллар будет выше, 1,40 будет выше. Как же Германия будет себя хорошо чувствовать? Будет продавать машины за евро или за доллары. Ну, просто машина германская будет стоить столько, что лучше я куплю... Проблемы с экспортом у них начнутся. Американскую, да, или японскую. Кстати, то, что происходит сейчас в Японии, я имею в виду политику банка и ослабление. Вот как раз это, к примеру, та же самая позиция, да, улучшить, так сказать, собственному производителю жизнь. Ладно, сейчас новости на Финам.ФМ потом. Итак, продолжаем наш эфир. Уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований Институтный финансовый дом Капитал. И Павел Подилько, управляющий активным М2М Private Bank. Продолжаем наш разговор. Я буквально вот сейчас смотрел ленту новостей. Полчаса назад, да, ну сейчас уже практически час назад, вышел индикатор занятости ADP. То есть предварительный то, что мы можем увидеть в пятницу, да, на Payrolls. И этот индикатор показал рост, рост занятости. Может быть, с этим связано, кстати, и реакция золота на это дело. Вот, это опять попытка объяснить. Ну, потом еще ВВП, правда, вышел. ВВП совсем не очень хороший. А, кстати, да, да. В минусе вышел. Даже в минусе? В минусе вышел, да. Ну, тогда понятно. Правда, там из-за технических составляющих, по большей части. У нас сейчас предварительный, поэтому мы как-то, да, на нее так смотрим-то сквозь пальцы. Но если в минусе, это уже мама не горюет. Никто не ожидал. Самый худший прогноз был 0,3% Морганстенда. Да, да, да. А тут и отрицательный даже. Минус 0,1, если не ошибаюсь. Теперь понятно, почему золото растет. Все, я, по крайней мере, для себя объяснил. Значит, давайте не будем держать слушателей. У нас есть звонок, и сразу же мы его обсудим. Владимир, добрый вечер. Приветствую вас, вы в эфире говорите. Добрый вечер. Скажите, у меня сегодня информация прошла, что вроде как, ну, не знаю, где это, подтвердители, что из УФЗ вроде как стали выходить тихонечку, не так сильно, из наших российских, да, и смоделировать так ситуацию, вот почему наши-то падают, да, и под 2%, и 3%, да, вроде такая, и нефть вверху. А смоделировать, если сегодня Бернанке намекнет или как-то так, а сворачивание какое-нибудь из программ, вот не то, что там пятого куе, там какой-то, а сворачивание какое-то, потому что, ну, таргет по безработице вроде на то, что они шли, да, и сейчас занятость выросла, вот сейчас только что сказать. Вот, как бы, почему наши падают, может быть, ну, или просто это техническая фиктация прибыли, при том, что, ну, сегодня выступление Бернанке, хотя ничего не ждут, ну, как всегда, ничего не ждут, а потом бац, и вторая. Ничего не ждать нельзя, надо все время в ожидании находиться. Вот, да. То есть, Володя, я правильно понимаю, два вопроса, да, почему у нас ОФЗ, и правда ли, да, что потихонечку начинает фиксироваться в позиции по нашему долговому рынку, и, собственно, модель. Ну, и рубль сегодня очень сильно удержался, да, несмотря, ну, там я как-то провожу корреляцию, да, стоит. Не, правильно-правильно, нефть сегодня, вон, что делает. Ну, с нефтью, да, понятно, и с ростом евро, я вот, так сказать, на дневных тайфреймах, там, в смысле, на часовых нет, можно посмотреть, но все равно, как бы, реагировать. Но сегодня не пустили рубль еще и укрепляться, но и вот с подтверждением, может быть, то, что наши рынки тоже не пошли, что-то ждут, может, от федорезервов. Спасибо. Спасибо, Владимир, спасибо. Спасибо. Сейчас начнем отвечать. Я, кстати, планировал чуть позже сделать на этом акцент, но, тем не менее, это очевидно. Сегодня вновь, да, рубль продолжил укрепление, сделал попытку укрепиться, он проколол опять 30, но он, тем не менее, устоял и ниже не пошел, да, в сторону укрепления. Ну, в паре вниз, я имею в виду. И, тем не менее, несть высокая, нефть высокая, евро-доллар штурмует новые высоты. Паш, что происходит? Действительно держат это? Или, может быть, причина вот в этом, о чем Владимир где-то сегодня прочел, если постепенно, да, пошел отток уже из долгового рынка у нас, то рубль может слабеть по этой причине. Ну, по-моему, долговой рынок, в принципе-то, продавать уже стоит. То есть, уже доходности до неприличных уровней. Здесь еще вопрос, только ли АФЗ, да, или у нас, допустим, второй, третий эшелон, это может быть связано, да, там, с регулированием ЦБ, да, там, достаточности капитала. Может быть, с этим связаны продажи. Но, вообще говоря, на мой взгляд, рынок заплатывается на коррекцию. И, в принципе, может быть, поэтому. А то, что рубль у нас держит, да, держит, я полагаю, корзину и будут держать. Ну, то есть, 30, это вот приемлемый уровень, чтобы... Я полагаю, что доллар, рубль, может быть, пониже, там, 29,8. Ну, это, в принципе, те же самые цифры, 29,8. Да, да, не сильно. Да. Но я полагаю, что все-таки поддерживают. Поддерживают, да? Кость, ты как думаешь? Ну, мне кажется, конечно, поддерживают, потому что бивалютная корзина сейчас у нижней границы. Действие ЦБ, и, конечно, ЦБ так прям сразу не отдаст эти границы. Рубежи, рубежи. Конечно, будет поддерживать, поэтому, в принципе, рубль уже не так сильно укрепляется, как до этого мог долететь до этой границы. Ну, даже элементарно, все-таки мы пытаемся, да, какие-то корреляции все время установить, и они, ну, хорошо ли, плохо ли заходы, бедно работают. Нефть сегодня явно вот выросла она там, да, на приличную величину, а рубль на эту величину не вырос. Ну, потому что рубль до этого сильно укрепился, а нефть, фактически, она долгое время стояла. Да, стояла в коридоре. Поэтому тут ничего удивительного нету. Что касается рынка, ну, мне кажется, что рынок очень рвано растет, и, в принципе, сейчас такое ощущение, что сначала, значит, что у нас росла Роснефть, там, ну, Лукойл, ну, это что, вот, в прошлом году, в конце. Сейчас очевидно, что индексы двигались вверх за счет Сбербанка, в основном, за счет очень сильного спроса, причем совершенно непонятно, кому понадобился Сбербанк по таким ценам, потому что недавно было из ПИО на 5 миллиардов долларов с лишним, и все, кто хотел из Крупника, мог взять любой сайз по 93 рубля. Зачем сейчас так всацываться, извиняюсь, по 107, там, по 108 рублей на таких объемах? Может быть, кого-то хотят наказать, кто-то перешартил, ну, такие вот даже мысли возникают. Ну, и Сургут, Сургут нефтегаз, такая фишка, это, как всегда, джокер такой нашего рынка, который стоит-стоит, потом выстреливает непонятно, в принципе, на чем, на 20-30%, потом дико падает вниз и стоит опять. Вот, ну, там, видимо, сейчас с отчетностью МСФО идет ожидание, какие-то спекуляции, поэтому такой сильный, может быть, рост. Вот, то есть, на фоне того, что Сбербанк, Сургут нефтегаз росли последние дни, имеющие достаточный вес в индексе, бумаги, которые до этого выросли, да, Роснефть, ГМК Нурникель, они, в принципе, чувствовали себя неважно. Там наблюдались не сильные продажи, но определенная фиксация. То же самое, в принципе, в акциях Лукойлах, хотя, по сути, эти акции стоят на месте, вот. И у нас есть из голубых фишек два абсолютных аутсайдера, Газпром, которые, вроде, немножко попытались поднять, но даже 150 не смогли превысить и закрепиться выше этого уровня, и Газпром остался, в общем-то, лежать фактически там на 10 рублей выше своих минимумов. ВТБ – это второй аутсайдер, который уже полтора года ходит в диапазоне от 5 до 6 копеек. Ниже 5 явно покупают, выше 6 явно продают. На новостях о том, что его будут размещать не ниже, чем предыдущее размещение, то есть 9-15 копейки. Ну, это была фигура речи, вполне возможно, со стороны Шивалова в интервью Блумберга, вот. Поэтому не более того, то есть ему надо на 60% вырастить с текущих уровней. Но, тем не менее, значит, попыталась бумага на этом превысить свою верхнюю границу диапазона, 6 копеек. Чуть-чуть там повертелось, и все, пошла вниз, и сейчас активизировались продажи. Видимо, все силы пошли на Сбербанк. Вот, ВТБ, конечно, чувствует себя явно, если, тем более сейчас, через некоторое время, что, скорее всего, произойдет смена тренда на нисходящий, после восходящего среднесрочного тренда трехмесячного, то вполне возможно, ВТБ будет себя чувствовать не лучше рынка, скажем так. И, опять же, мы можем увидеть диапазон от 5 до 5,5 копейки, вот там вот, где-то можно, видимо, поймать эту бумагу. Но, тем не менее, вот, если, как бы, наш слушатель конкретно про акции ВТБ спрашивал, то мне кажется, что такая идея, что вот в этом диапазоне от 5 до 5,5 вполне возможно покупка акций ВТБ, спекулятивно, чисто подчеркиваю, не исходя из каких-то там фундаментальных соображений, потому что качество банка всем известно, вот, несмотря на то, что он и стоит подешевле, чем тот же Сбербанк или другие банки, но спекулятивно, если все-таки состоится СПО, то вполне возможно перед СПО, после этого понятно, что там, видимо, ничего хорошего не будет, но перед... — Там, видимо, как всегда будет. — Да, перед может быть какой-то спекуляция вверх, вот, вполне возможно. На этом можно, может быть, заработать, вот, поэтому, если вот, как бы, слушатели обращают внимание на акции ВТБ, но лучше не спешить, опять же говорю, что если он пошел, то 5,5 и к 5 туда движение, видимо, это обеспечено, то есть там где-то можно что-то половить, тем более у него не закрытый ГЭП с Нового года по 5,35, если не ошибаюсь. Вот такое соображение. — Я понял. Значит, еще тогда один момент, времени у нас на перерывы немного, а по поводу ОФЗ, да, мы Владимиру ответили, я так понимаю, а вот его предположения по поводу сегодняшнего заседания, да, или выступления Бернанке... — Ну, вот, мое мнение, так как я буду короток, надо смотреть, самое главное, протокол этого заседания через две недели, потому что я думаю, что никаких комментариев, изменений не будет. Бернанке, в общем-то, четкий такой голубь, вот, ничего, он не внесет так быстро изменения, тем более сейчас ВВП вышел не очень хороший в первом квартале из-за секвестра бюджета 1 марта автоматического по военным расходам, как раз из-за этого ВВП и упал в четвертом квартале, вполне возможно, ожидания по первому кварталу тоже будут не очень хорошие, вот, и несмотря там на рынок труда, он не укрепляется такими темпами, которые бы хотелось бы, 6,5, пока уровень недостижим, некоторые там ФРС даже высказываются за 5,5 процентов, да, поэтому я думаю, ничего сегодня не изменится, вот, а вот когда протокол будет опубликован через две недели, вот тогда количество голосов и, скажем так, вот градус того, что надо замедлить покупки в связи с улучшением ситуации экономики, возможен, он, как бы, проявится этот оттенок, и тогда это может повлиять плохо на рынок. Паш, оставишься только согласиться. Оставишься только согласиться. Ну, видеть, тем не менее, Владимир сегодня предположил, что, а вдруг, да, что может произойти, если вдруг, ну, наверное, это абсолютно нереально в нынешней ситуации, но тем не менее, если вдруг господин Бернанки заявит о сворачивании программы количественного смягчения или каким-то образом ее ограничат во времени или в средствах, да. Просто другой вопрос, что перед этим заседанием уже спекулянты разогнали, так, убили доллар, разогнали и тот же евро, и другие валюты, что просто по факту, даже если ничего не изменится, будет просто движение, видимо, на укрепление доллара какое-то там пару дней. Ну, как минимум, с технической точки зрения, это даже сам фиксация прибыли, да, помните, как всегда, покупая на слухах, продавая на фактах. Итак, слушаем новости, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем, продолжаем наш эфир, сухой остаток. Я, Олег Дмитриев, в гостях Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований ФД «Капитал», Павел Подилько, управляющий активами М2М «Праиват Банк». 18.31 в Москве, я отвлекусь ненадолго от нашего разговора, потому что посмотрим, давайте, как открываются американцы. Они уже торгуются, и небольшим снижением открылись, и Dow Jones, и S&P 500, и теряют они, ну, пока еще, да, на открытии не так много, по полсотой процента. Вот, ну, посмотрим, собственно, в течение всего получаса оставшегося, посмотрим затем, как будет эта динамика развиваться. Возвращаемся к нашим разговорам о том, что же движет, да, движет умами инвесторов. Отвечая на вопрос Владимира, я еще раз вернусь, мы упомянули о том, что сегодняшнее, да, двухдневное заседание заканчивается, по факту изменения процентной ставки мы не ждем, выступление господина Бернанки, скорее всего, я согласен с моими коллегами, выступление господина Бернанки ничего, так сказать, принципиально нового не внесет, ну, опять-таки, такое ожидание, по крайней мере, а вдруг всякое может быть. А через две недели, Костя, совершенно верно, да, заявил, через две недели публикуются так называемые минутки ФОМК, или протокол заседания, где, собственно, вот это вот, как она называется, стенограмма, стенограмма заседания, там, а, нам интересно всегда, это соотношение голосов, да, все ли единогласно проголосовались за то, чтобы ставку оставить, или там какой-то парень уже голубем назвал, Костя, господина Бернанки, ну, я надеюсь, наши слушатели люди грамотные и понимают, что... Голубь в этом смысле, да, совершенно верно, Голубь в этом смысле, это тот человек, который приветствует мягкую монетарную политику, мягкую, то есть низкие процентные ставки, ту же самую ликвидность на рынок и так далее, а противоположная позиция, да, называется ястребиная позиция, вот ястребы в данной ситуации, это те, кто говорит, давайте ставки повышать, давайте ликвидность сокращать, давайте, значит, будем затягивать, затягивать, что затягивать-то? Удавку затягивать. Ну, в общем, жесткая монетарная политика как раз пропроведывается ястребами, так называемыми. Так вот, когда голосование, да, протоколы мы видим, мы видим, да, как эти голоса делятся, если единогласно, то тут... А если появляется ястреб в стане голубей, то уже опа-опа, да, мы уже начинаем напрягаться, далеко ли заведет вся эта история. Так, хорошо, давайте продолжим дальше, значит, у нас есть вопросы, хотя, собственно, да, смотри-ка, ты на вопрос Андрея тоже ответил, да, его интересовала вот эта история, и давайте я еще раз произнесу. Значит, вопрос по ВТБ, его шортят, 5%, хочется досидеть Андрею до доп. эмиссии, которая объявлена была, да, или, по крайней мере, не объявлена, ориентировала инвесторов на 9 копеек, вот, ну, случится это и не случится, ну, Костя, собственно, уже на этот вопрос ответил. Ну, в марте будет этот вопрос, скорее всего, озвучен, потому что вроде сказали, что в феврале они не будут это рассматривать на сайте директоров. В марте надо подождать, просто как раз, видимо, к тому времени опустится пониже. Вот, вот, ну да, если, да, если, собственно, вспомнить, да, твое же рассуждение в прошлом, в прошлой части, вот нижняя граница диапазона 5 копеек, видимо, вблизи этого диапазона можно и купить, рассчитывая на то, что, так сказать, разговоры вокруг доп. эмиссии, да, вновь могут спекулятивно задрать его куда-нибудь повыше, и вот вам, вот вам и бабушка и Юрий в день. Вот вам и прибыль спекулятивная. Так, ладно, давайте тогда вернемся на российский рынок акций. Ну, не будем уже обсуждать, вроде бы, вроде бы ситуацию, которая выглядит, так сказать, парадоксально. Индекс РТС падает, доллар укрепляется, мы об этом уже поговорили. Давайте поговорим об идеях и, собственно, по поводу Сбербанка, мне очень интересно. Сегодня была попытка проколоть 108, опять, да, но сейчас скорректируется акция Сбербанка. И у Сбербанка, естественно, как и у большинства фишек, в частности, есть гэпы. Сбербанк открылся с гэпом в районе 97 рублей. Так вот, Паш, как ты думаешь, что ждать от Сбербанка в ближайшей перспективе, и насколько вот этот рост, да, он, так сказать, уверенный и объективный? Ну, на мой взгляд, именно из-за того, что у нас некачественный рост, ну, в каком отношении, что... Некачественный в целом, да, рынка? В целом, да, то есть мы наблюдаем некий рост на ожиданиях, но он не является качественным. Именно поэтому у нас Газпром снижается, ну, понятно, да, то есть вы видите фундаментальные причины, почему Газпром или сейчас рост нефти снижается и так далее. То есть рынок не растет широким спектром. Соответственно, дорога, ну, большинство бумаг, в особенности фишкам, да, вот на те новогодние гэпы. Там Сбербанк-то 92, если мне память не изменяет, там 93 и так далее. То есть это в среднесрочной перспективе. Сейчас по Сбербанку ждать 114, то есть я полагаю, что Сбербанк будет стоить выше 114, но, наверное, не сейчас. Ну, то есть ты предполагаешь, что он будет стоить, да, но вряд ли, что это в ближайшей перспективе. Да, да, да. Ну, и в целом по рынку так, мы это видим сейчас по металлургам, мы это видим по Газпром, мы это увидим по Роснефти и по никелю и так далее, да, то есть по основным бумагам. Я думаю, что и Сбербанк не исключение, потому что любой чих на западных рынках, да, обернется продажей широкого фронта бумага, да. Ну, и, наверное, прежде всего, да, фишек и прежде всего Сбербанк, тем более, все старательно входили в него сейчас, и уже и побегут. Вот сегодняшняя идея, продаем Газпром, чтобы купить Сбербанк, да, вот, ну, даже не только сегодня, последних двух дней, то есть мы видим движение коротких денег, так называемых, спекулятивных, да, то есть продаем Газпром, покупаем Сбербанк. Что это значит? Что будет такая же продажа в Сбербанке, то есть деньги выведут оттуда. То есть это чисто спекуляция сейчас, то есть я это называю некачественный рост. Некачественный рост. Да. Ну, кстати, мы говорим о том, что сегодня тема-то у нас, да, рост след за нефтяными котировками, нефтяные котировки качественно растут все-таки. А мы не растем. А мы растем некачественно, да. А мы не растем, именно поэтому, да, то есть несоответствие. Да, да, это печально, конечно, несоответствие. Если не возражаете, вот я открыл опять график СНП-500, повторю, да, он открылся с небольшим снижением, но сейчас продолжается рост, 1508 уже, все, мам, не горю. Значит, если смотреть на глобальный график, то, да, максимум осталось, ну, всего ничего, да, 1510 сейчас, 1560 у нас, по-моему, там, исторический хай. Сделают его, Кость, как ты думаешь? Нет. Нет? Нет. Я думаю, что, нет, конечно, понятно, что теоретически все возможно. Я не думаю, вы же не об этом говорите, сюда есть вероятность, естественно. Я говорю о своем мнении. Я думаю, что мы, значит, по СНП, может быть, достигнем где-то 1520-30 пунктов, и как раз это наложится уже потом на разворот тренда. Потом, естественно, когда мы будем там около в районе, может быть, тридцатки, я говорю, как в верхней, наверное, значении, пойдут разговоры, что все, там, исторический максимум, но уже сейчас вот писали, сейчас 1500 пробьет, пойдет на исторический максимум. Вот это, видимо, будет совсем уже пик рынка, после чего сменится именно тренд, то есть не будет коррекция, а сменится тренд, такой среднесрочный, не долгосрочный, а среднесрочный. То есть именно будет нисходящий, да? Да, нисходящий среднесрочный тренд, как всегда, комом начнется, все приплетут, предыдущий негатив, на что не обращали внимания, еврозона чего-нибудь нам соорудит, как всегда, вот, даже, как бы, на растущей американской экономике скажут, что, а, вот сейчас будет ужесточение тогда монетарной политики, забоятся, скажут, уже в этом году, наверное, что-то сделают, там, свернут эту КВИ или замедлят покупки, ну, масса причин. Найдут, найдут сразу, вспомнят. Найти можно все, что угодно, тем более, что ситуация в мире крайне неоднозначная, где-то есть точки, там, позитивные, где-то очень много негатива, и, в принципе, сейчас, конечно, все обращают, в основном, на позитив, вот, совершенно забывая, там, о негативе. Да, закрывая глаза, да. Вполне возможно, что потом опять, по сути, ничего не изменится, а все будет уже казаться крахом, негативом и так далее. Вот, поэтому, мне кажется, что S&P не пройдет вот сейчас исторический максимум, что вполне возможно, что остались совсем считанные проценты до максимума по этому индексу. Вот, и, в общем-то, по временному интервалу, я думаю, что до смены тренда, наверное, ну, скажем так, в течение февраля тренд сменится, с моей точки зрения, ну, вероятность близка к 100%. Ну, это вот мое мнение. Я понял, я понял. Ну, по крайней мере, да, это мнение, оно достаточно убедительное. Паш, ты как смотришь на эти вещи? Извини, пожалуйста, я тебя перебью чуть-чуть. Вот я опять, ну, с точки зрения, да, не то чтобы нелогичности, но некой парадоксальность движения рыночных. Вот мы только что обсуждали рост нефтяных котировок, да, рост цен на сырье, и в моменте, я наблюдаю, падает, ну, даже не в моменте, а весь сегодняшний день падает австралийский доллар. Хотя, с другой стороны, мы говорим, австралийский доллар, да, это сырьевая валюта, это индикатор интереса к риску, евро-доллар сегодня штурмует высоты, этот валится. Я логика не могу понять. Давай. Я, ну, во-первых, австралийский доллар, мне кажется, это намеренно на то, что у нас будет укрепление в долларе, вообще говоря. Это значит, что греет какой-то негатив. Следующее, я согласен с Константином, что мы хаи, те, что были, не повторим по СНП. Я полагаю, что текущие уровни, если взять не индекс, а фьючерс, вот 1507-1513 пунктов во фьючерсе СНП, это хаи, ожидаем. То есть, после того, как мы 1384 повторили и прошли, вот завершение движения 1507, там, чуть повыше 1510. Ну, то есть, осталось буквально вот так. Если, опять же, вернемся в прошлое, 2007 год, как он завершался, здесь аналогия точно та же, такая же. То есть, американский рынок совсем немного не дошел до максимумов тех. И, соответственно, оттуда началось вот то, что свидетелями, чему мы были. Вот, то есть, здесь уже, на мой взгляд, очень похожие картины и так далее. Возможно, всплывут опять какие-то вещи, о которых мы забыли. Та же самая Греция или Ежи с ним. На мой взгляд, мы сейчас находимся на максимумах. И действительно, получается, там, в февраль месяц некий разворот среднесрочного тренда и так далее. Тем более, и фундаментальные поводы там можно найти, да? Можно найти, но сейчас совершенно бюджетный кризис США, он же ничем не разрешился, еще только все впереди. 1 марта автоматический секвестр бюджета, 15 апреля. Ну что, республиканцы помогли рынкам, подняли там, сказали, что давайте без потолка просуществуем до середины мая. А потом, по факту, просто переставим потолок. Что это означает? Что давайте 10 триллионов еще привлечем и потом переставим потолок. Ну, это вообще какое-то решение, конечно, уникальное. Ну, то есть, понятно, что они выбили, конечно, там, время для рынка, купили опять для рынка время, что и занимаются политики последние годы. Да-да-да, совершенно верно, совершенно верно. То есть, политики не решают проблемы, да, они отодвигают их во времени все время, причем все политики. Да, и сейчас предстоит ведь битва между республиканцами и демократами. Республиканцы сейчас будут стараться взять реванш за поражение в первом, как бы, в первом раунде Фискоклифа, когда они фактически ничего не смогли сделать и сказали, ну ладно, давайте демократический сенат, вы решите, что вы там решите, мы подпишем. Все это было полное поражение, полная фиаско. Они не добились никаких сокращений бюджетных расходов, хотя это был самый главный пункт их повестки дня. Они фактически пошли на повышение налогов. Вот. Сейчас они попытаются взять реванш. Они будут трясти демократов до последнего, видимо, поэтому они себе продлили время, чтобы не мучиться, чтобы подольше вцепиться в горло демократов и трясти их как липку, чтобы по максимуму сократить расходы бюджета. А вот из-за сокращения расходов бюджета ВВП в минус ушел в четвертом квартале. Там вклад государственной, значит, государства, вот по статье государства и по оборонке, по оборонке минус 22%, по государству вклад ВВП в годовом исчислении, это больше процента, минус. Хотя личное потребление хорошее было, капитальные вложения компании ничего, так более-менее нормальное. А вот это, поэтому минус. Так и секвестра, если 1 марта пройдет, это же в первый квартал попадет. И опять, естественно, родит спекуляции о том, что, так, может быть, там хуже будет ВВП, еще хуже. Умедляется американская экономика. Да, там вполне возможно, там вторая, третья оценка за четвертый квартал уже будет в плюс пересмотрена, но первый квартал будет не очень хороший, видимо. Да, да, все интересно. Ну, поживем, увидим, давайте новости послушаем, значит. Ну что ж, друзья, последняя часть нашей программы, последние 12 минут эфира. Мы посвящаем ее, как правило, ответы на вопросы. Вопросов много, ну и на некоторые из них мы наверняка сможем ответить, хотя уже гости сегодня этим и занимались. Значит, я вновь, динамика у меня очень это интересна. Динамика, собственно, американцы вышли в плюс, да, отрывы с небольшим снижением, вышли в плюс. СТП уже 1510 практически, в общем, все хорошо. Все довольны, все смеются. Это радует, это радует. Я хотел бы вопрос вам задать недавно в средствах массовой информации. Выступал наш президент, вы помните, да, и сказал замечательную фразу. Сказал он, что надо фондовый рынок-то поддерживать, а то что вы, что он говорит? Объединили две биржи-то, и что? И что теперь? А они, вон что, не работают. А давайте, чтобы они работают. Как думаешь, Костя? Вообще, ну, сама по себе фраза-то, она, да, благоприятна. Нам, на наши уши, да, на наши с тобой уши действует. А что за этим будет стоять? Маслом, да, да. Будешь вот за этим стоять или нет? Не знаю. Все так словами останется. Не знаю, что будет за этим стоять. Покупки вебом или покупки на резервного фонда, да, акции. Сейчас Росфинагентство, да, как станет управляющим резервным фондом. А ведь такая фенька. И направят, может быть, да, чуть-чуть на... Поддержать отечественный рынок. Ну, понятно, это еще... Ну, это стратегически не решит же... Да, ну, видимо, это еще раз признание того, что иностранные инвесторы совсем уж ничего покупать не хотят. А уж за счет локальных мы можем только показать, извиняюсь, отрыжку глобального роста. Ну, ладно, поживем и увидим. В конце концов, давайте вернемся к вопросам. Вопрос следующий от Юрия. Уважаемые гости, скажите, пожалуйста, что показывает технический анализ по таким акциям, как ОГК-2 и аптеке 36.6? Стоит ли надеяться в ближайшее время на проведение роста данных акций? Ну, уважаемый Юрий, я вам прежде всего отвечу сам на то, что мои уважаемые гости не смогут показывать, что... Сейчас прокомментирую, что показывает технический анализ по причине того, что у них нет, к сожалению, графиков перед глазами. Поэтому, если вы не возражаете, они вам просто ответят, ну, может быть, ссылаясь и на технический, и на какой-то другой анализ в том числе. ОГК-2, Паш, да? Давай. ОГК-2, я бы удерживал позицию. На мой взгляд, максимумы, опять же, локальные по бумаге мы увидим через полтора месяца. То есть, это в некоторой степени не рыночная история, да? Если я ожидаю коррекцию для начала на рынке акций, это, в первую очередь, первый эшелон, то ОГК-2, она недооценена существенно, на мой взгляд. То есть, она может быть лучше рынка, да, вот в этой ситуации? Я ожидаю, что данная бумага будет лучше рынка. То есть, на фоне коррекции спрос у ОГК-2 будет. Потенциал у бумаги хороший, но, по крайней мере, среднесрочный или краткосрочный полтора месяца, я полагаю, порядка 20% бумаги есть. Именно ОГК-2. От текущих, я понял, именно от текущих. То есть, мы уже поросли достаточно хорошо, на мой взгляд. И есть еще процентов 20. Ну, это приличный аптренд, да? Да. Костя, аптеки. Ну, по аптекам, как ни странно, учитывая то, что, в принципе, мнение всегда по аптекам было не очень хорошее. Если есть позиции по аптекам, надо удерживать. Потому что по технике, конечно, я не рекомендовал бы вообще смотреть аптеки 36.6. Это не та бумага, на которую надо по технике смотреть. Там самые главные факторы. Первое, что с долгом. Второе, что с верофармом. И третье, уже только что появились новости о том, что они будут делать доп. эмиссию и покупать, консолидировать себя сеть аптек А5, которая, в принципе, близка к X5 ритейл-группу. А что с верофармом, кстати? Значит, самое главное для аптек, скажем так, хорошее было бы, хорошее решение, если бы верофарм, они продали АФК-системе. ФАС, в принципе, уже предоставила одобрение. То есть это не слухи, это не вилами по воде. Как у некоторых, не будем возвращаться. Да, действительно, эта история, видимо, есть на то основание. Если договорятся по цене, то продажа верофарма, она может позволить аптекам закрыть половину существующего долга. А именно долг для аптек, он такой некий убийца ее финансового результата. Потому что ту операционную прибыль, которую они получают, они за счет процентных расходов, они убивают. И, соответственно, у них финансовый результат, как правило, не очень хороший, негативный. Поэтому решение проблемы с долгом, по крайней мере, в краткосрочном перспективе, это хорошо для бумаги, безусловно. В долгосрочной перспективе надо будет смотреть. Если они будут опять накапливать долг, не имея уже теперь с палочкой выручалочки в виде верофарма, который с хорошей рентабельностью позволял генерировать тот поток, благодаря к чему компания не, скажем так, не являлась банкротом, вот если они смогут балансировать и как бы не накапливать долг, и обходиться без верофарма, это хорошо. Если не смогут, это может быть очень плохая история. Но краткосрочно это может быть все-таки очень неплохо. А то, что они консолидируют сеть аптек, которая по количеству точек, ну, в принципе, она сопоставима по качеству, количество точек превышает за счет доп.эмиссии, безусловно, не долгового финансирования, там уже некуда привлекаться. А за счет доп.эмиссии, то есть готовые акционеры дать денег, там речь идет о 300 миллионов долларов, это не страшно. Вот, и если они смогут консолидировать без какого-то сильного привлечения долга или там расходов на эту консолидацию, то, опять же, эта история может тоже быть достаточно позитивной для аптек. Но прежде всего, это вот, мне кажется, если они продадут верофарм, это будет краткосрочно очень неплохой сигнал. И, в принципе, где-то от района, они сейчас на 30 долго стояли, сейчас, по-моему, 35 бумага стоит. Вполне возможно, движение вверх. Вот, то есть, если есть эта бумага в активе, я бы ее держал. Если нет, вполне возможно, где-то там в районе 30-35 можно в районе 30 лучше входить. Я понял, спасибо. Давайте, у нас есть еще один звонок, послушаем. Сергей, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вот общоэкономический вопрос. Ну, наверное, вот тут вот говорили в эфире про потолок госдолга, который надо в штатах опять поднимать. И на этом фоне, там совершенно серьезно звучат такие предложения, а давайте вообще отменим такое понятие, как потолок госдолга. Ведь раз нам занимают, значит, все хорошо. Вот, это первый момент. Второй момент меня, конечно, умиляет вот эти вот идеи по сокращению бюджета. Все о них говорят, но на самом деле никакого сокращения не происходит. А казалось бы, ну, перестаньте вести войны по всему миру, там, поддерживать, там, борцов за права человека, там, займитесь, там, своими проблемами. И вот уже будет сильное сокращение бюджета. Расходы, да? Поэтому, конечно, конечно. Потому что, ну, как вот можно вот брать еще в долг и говорить, ой, мы хотим сократить бюджет, но мы вот, ну, мы не будем там, да, как бы никаких действий делать. У меня такой вопрос, а к чему вообще все катится? Потому что, ну, вот с точки зрения экономики, вот, наверное, не знаю, там, Адам Смит, наверное, в гробу переворачивает. Да, 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 мне тоже показалось. В гробу переворачивает Адам. Я понял. Сереж, все это, весь вопрос? Да, это весь вопрос глобальный. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, Костя. Я вот кратко скажу, я просто считаю, что, я не очень согласен со слушателем, я считаю, что делается, расходы есть, и в части военного бюджета 100% расходов, сокращение расходов есть. По макроуровню, это мы увидели ВВП, из-за этого ВВП минус. Микроуровень, если смотреть компании оборонные, военные, которые работают на оборону, строительные, производящие какие-то там военные оборудования или инфраструктурно-оборонные компании, у всех порфель заказов по этим линиям последние годы, последние два года очень существенно падает. Это означает, что те заказы, которые идут от государства этим компаниям, очень серьезно сокращаются. Могу привести даже примеры. Есть такая компания Кибиар, которая занимается помимо нефтегазовым строительством заводов, СПГ, СПГ-заводов, она строит как раз инфраструктуру в Ираке, в Афганистане и так далее. Так вот, у них порфель заказов после войны, там был пик в середине 2000-х годов, постоянно падает. А это основной, фактически, строитель для нужд Пентагона, поэтому, за рубежом. Поэтому, я считаю, что как раз сокращения, они как раз есть. И это, в принципе, связано во многом с политикой демократа, с политикой Обама. Я понял. Ну, первая часть вопроса, вот, по поводу, Паш, потолка госдолга. Отменить потолок госдолга? Да, да. Взять и отменить. Отменить ориентироваться. Ну, у меня, если честно, вообще, сейчас задаю вопрос действительно, зачем потолок госдолга, если, ну, с одной стороны, госдолга, с другой стороны, печатание, да, выкупы и так далее, они продолжаются. То есть, по-моему, какие-то противоречия. Вот. Ну, некий ориентир. Ориентир. А потом новый ориентир, а потом переориентир. Ну, это игра, да. Ну, в какой-то степени, да, если позволишь, я это прочел, и мне кажется, в этом есть сермяжная правда жизни. Потолок госдолга, все-таки, это вещь некая такая психологическая в основном, потому что действительно все охотно занимают Америке, потому что Америка – это ведущая экономика мира, она надежна, она, ну, как минимум, альтернативы ей нет, да, наверное. И более того, у нее есть еще потолок, она говорит, я больше, чем вот столько не возьму, и за свои долги я отвечаю. Там даже в Конституции написано, да, 14-я, по-моему, статья, там написано, что долг американский, он не подлежит сомнению, то есть он как бы априори, он все, и за него мы отвечаем. А если представить, что, да, вот этот сам факт потолка, он так раз и нету, и нету, то есть получается так, что мы можем взять, сколько хотим. И у инвесторов наверняка, у них вопрос какой-то момент, ну, они вообще отдать-то смогут столько, если они столько, они получают, уже не отвечают за свои долги, потому что это все накапливается, накапливается. Может быть, это к экономике имеет некое отдаленное, отдаленное, да, отношение, но мне кажется, в психологическом усилии все-таки это работает, и поэтому отменить потолок госдолга не в интересах Соединенных Штатов Америки, прежде всего. Вот такая вот мысль, Костя, как ты считаешь? Ну, республиканцы сейчас его фактически отменили до середины мая, вот, а потом сказали, что мы передвинем планку по факту, то есть сколько вот реально привлечем, так и подвинем потолок. Ну, мое мнение, что все-таки, конечно, если брать вообще другие сдержки противовеса, куча монетарных там властей, ведь никто безответственную политику так совсем уж проводить не будет. Там можно, конечно, говорить о бесконечных выкупах, что действительно решение, они пытаются монетарными способами решать все, что можно и в реальной экономике, и в финансовой системе, и что это совсем может не помогать реальной экономике, и что это пагубно потом может сказаться через рост инфляции. Конечно, все эти проблемы есть, но все-таки сдержек и противовесов в разумной монетарной политике более-менее, да, их достаточно, чтобы потолка не существовало. Потолок — это абсолютный оптовизм, с моей точки зрения. Конечно, я думаю, что потом будет отменен. Но они традиции чтут, поэтому... Друзья мои, к сожалению, я даже попрощаться не успею с моими гостями. Я говорю им спасибо огромное, а вам спасибо за внимание и успех. Финам ФМ